Лето всегда дарит нам травы, ягоды, грибы, тепло, свое солнце. И радость обниматься с деревьями, радость смотреть на воду, где можно искупаться. Лето – это радостный период жизни в году. Ну, конечно, каждый период жизни прекрасен, но лето, оно еще богато на дары, которые дарит человеку. А человеку надо бы помнить, что дарит ему лето. Итак, считалка-напоминалка. Лечит мята невралгию, а сверкла – гипертонию. Земляника гонит соль, а шалфей – зубную боль. Арбуз кушай при нефрите, а бруснику при артрите. Чтобы было больше сил, помни ты про девесил. Клюква вылечит цистит, редька – кашель и бронхит. Головную боль – калина, а простуду – чай с малиной. Печень подлечи рябиной, сердце мятой и калиной. Чтоб забыть о диабете, топинамбур ешь все лето. Астму вылечи и сопом, мочевой пузырь – укропом. Раны, язвы, геморрой – подорожником промой. Коль отеки у тебя, хвощ попей и семя льна. Машь мозоли чистотелом, а веснушки тертым хреном. Зверобой не забывай, чай с ним чаще потребляй. Пей воды живой два литра, будешь бодрый, молодой. Ну вот воды два литра, конечно, тяжеловато, может быть, и не каждый может воспринять. Но хотя бы литр-полтора – это помимо вообще пищи, которую вы едите, где тоже содержится вода. Литр-полтора надо бы, конечно, друзья, пить в день для того, чтобы промывать свой организм, чтобы соли не застаивались, чтобы шлаки вас не зашелаковывали. Итак, вот видите, какая считалка, напоминалка, которая вам поможет. Лечит мяты невралгию. Посадите у себя на подоконнике мяту, если вы живете в городе. А свекла – гипертонир. Вообще свекла, конечно, очень сильно понижает давление. И если выпить сок свеклы, то можно вообще свое давление в ноль опустить. Я однажды тоже так попробовала, знаете, на рубеже увлечения натуральными препаратами. И когда говорили, что свекла, она хорошо помогает и кровь очищает, и вообще как бы для организма сок свеклы очень полезен. Ну вот, да, знаете, у кого пониженное давление, так тому свеклу можно только по чуть-чуть. Ну, в салатах, если только. А вот так, чтобы сок свекольный, может быть, с чем-то разбавленный, но никак не чистый свекольный сок. Здесь много нюансов в использовании каждого из этих трав. Но шалфей – это такая трава, которая не только зубную боль лечит, как нам говорят, он вообще обеззараживающий. Это уникальная трава шалфей. Мы потом с вами позже поговорим на эту тему, на тему именно шалфея. Она сегодня растет, как мусорная трава. Ее везде, потому что много. Но ведь, может быть, и не всегда было так. Когда-то трава эта была очень дорогая, как нам повествуют легенды Востока. Итак, я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Это наш новый с вами канал о травах. Пишите, о каких травах хотели бы вы послушать, и что бы вы хотели вообще больше узнать. Из раздела, конечно, народной медицины. Субтитры подогнал «Симон»